Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео, а также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. У моего лучшего друга случилась очень сложная жизненная ситуация. Жена сбежала с молодым любовником, оставила двух дочерей и кредит на новую машину. Но, к счастью, Макс не раскис. Он пытался сделать все, чтобы его принцессы росли счастливыми и ни в чем не нуждались. Любовь Макса к детям не превратилась в сахар с сиропом. Нет, он хотел, чтобы девочки выросли нормальными людьми, поэтому приучал их к порядку. Однажды встретились в городе. Макс попросил заехать к нему, взять кое-какие документы и отвезти на работу. Он в этот день должен был в командировку уезжать, не хотел еще в офис пилить. Дочерей застали в гостиной. Они о чем-то живо спорили. Макс прошелся по квартире, вернулся очень удивленный. «Катя, Лиза, это что такое? Посуда грязная, кровати не застеленной, в комнатах бардак, уберите, пожалуйста». «Нет», заявила Лиза, обмахиваясь модным журналом, как веером. «Ты не имеешь права нами командовать. Нам в школе рассказали, что есть закон о защите детей. Ты его нарушаешь. А знаешь, что бывает с теми, кто нарушает закон?» Катя только ресницами хлопала. Она была не такой бойкой, как старшая сестрица. Если Макс и разозлился, то не показал этого. «Конечно, как скажешь, спокойно», сказал он. «Но тогда отдавай сюда мобильник». «Это еще почему?» – возмутилась Лиза. Протянутую руку отца она проигнорировала. «А нет закона, который обязывает покупать детям дорогущие телефоны, и компьютеры, и планшеты. Уроки можно делать и в библиотеке. Поколения так выучились. Кормить и одевать? Вас я не отказываюсь. Ты говорила, тебе сапоги нужны. Купим валенки, в них тоже тепло. А кофточки свои и юбочки можете в секунде поискать. Говорят, там даже брендовая одежда иногда попадается». Лиза нахмурила брови. Несколько секунд она смотрела на отца, будто прикидывая, шутит он или нет. Потом решила не рисковать. Поднялась с дивана и пошла мыть посуду. «Тебя помочь?» – спросила Катя. «Иди лучше к кровати застели, я сама помою», – предложила сестра. Макс довольно улыбнулся. «Растут». «Я, конечно, не отец года, но пока справляюсь». «По-моему, ты отлично справляешься», – сказал тогда я. Прошли годы, и я понял, что не ошибся. Девочки Макса спокойно окончили школу, поступили в университеты, сейчас работают и путешествуют по миру. У обеих уже есть свои семьи. Внучка у Макса пока только одна. Соню он обожает. Надеются, что у мамы с папой хватит сил воспитать малышку трудолюбивой и упорной. А если нет, дедушка всегда готов прийти на помощь. Жаль, что без матери выросли, признался как-то Макс. Но может, это и к лучшему. Не знаю, чему Ника бы их научила. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.